Добрый день, в эфире новости в студии Джон Мурзаду и Шенбекова. После урагана в Караколе двоих мужчин госпитализировали. Оба работники кирпичного завода. Налетевший ветер сорвал крышу с предприятия и падавший шефер, разлетаясь на куски, травмировал сотрудников. 32-летний житель села Джон Булак до сих пор не пришел в сознание. Врачи предполагают у него гематому головного мозга. Возможно, пострадавшему потребуется операция. По данным местных властей, ущерб, который нанес сильнейший ветер, составил, по предварительным данным, 10 миллионов сумм. Ветер бушевал вчерашнюю ночь. Упали несколько столбов лэп, сорваны крыши десятков домов. На некоторых улицах города и близлежащих сел были порваны провода. По предпоследним данным, в Караколе повреждены 47 домов и 19 хозяйств. В Аксуйском районе 9 жилых домов, теплица, кирпичный завод и здание ОАО «Восток Электро». На Сусамыре снегопад взял в плен пастухов, пригнавших скот на зимовку. Чабаны села Караджигач Токтогульского района. После того, как они угнали скотину к месту, резко ухудшилась погода. Снегом замело дорогу в местности Кичису-Самыр, из-за чего ее пришлось закрыть. В итоге пастухи оказались отрезанными от поселков. К ним на помощь отправились добровольцы. Спасатели отправили и из МЧС. По данным ведомства, специалисты уже на месте. На сегодняшний день они помогли спуститься в безопасное место. Пяти чабанам со скотом завтра будут продолжены работы по спуску оставшихся пастухов и их скот. Между тем, некоторым пастухам не удалось сохранить скотину. В той же Сусамырской долине случился крупный падеж. Более 200 голов погибли от переохлаждения. Это и овцы, и коровы, и лошади. Животных не удалось спустить из-за непогоды. Они остались в горах. В данное время идет работа по спуску оставшихся особей. Такая же ситуация и в Чуйской области. В Аильных Хаймаках, Сандык, Сулутыр, Тегерекаинг, Арамза. Единственная выжившая пассажирка Шкода Октавии в ДТП на проспекте Айтматова остается в тяжелом состоянии. По словам врачей Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, все это время она продолжает оставаться в коме. 19-летняя пациентка подключена к аппарату искусственного дыхания. У нее разрыв селезенки. Навария случилась 9 сентября около трех часов дня. По некоторым данным, молодые люди ехали в составе кортежа на свадьбе. Двигаясь по проспекту Айтматова, машина столкнулась с автобусом. Четверо парней из легкового авто погибли. Девушка, водитель автобуса и еще пять пассажиров с различными травмами попали в больницу. Назначенные девять судей местных судов, глава государства рассмотрел представленные ему советом по отбору судей кандидатов. И после собеседования с ними, а также с учетом дополнительно представленных материалов, Соран Баджиенбеков согласился с предложениями совета под девяти претендента. Предложение по восьми другим кандидатам он вернул обратно. Таким образом, новые работники Фемиды назначены в Джаэльский, Московский, Панфиловский, Соколукский, Токмакский, Чуйский и Високотинский районные суды. По итогу летнего сезона депутаты высказали недовольство работы пансионатов по организации безопасности на воде. А также милиционеров по ситуации на дорогах Бактыбек Турусбеков даже сравнил итог турсезона с фронтовой сводкой. В качестве аргумента он привел данные МЧС. Как выяснилось, за минувшее лето в Иссыкульской области произошло 70 ДТП, повлекших гибель 24 человек, в том числе троих детей. В озере Иссыкуль утонули 13 человек, трое из них несовершеннолетние. Похоже на фронтовую сводку. Каждый пансионат работает как хочет. Безопасность туристов никто не обеспечивает. Нет спасателей. Нужно подвести итоги турсезона, определить ответственность. Около 40 человек погибли во время туристического сезона, а мы никак не реагируем. Самый обидчивый депутат Джугур-Кукинеша снова оскорбился. Коджубек Рыспаев, который ранее категорично заявил, что не позволит поносить парламент и что в Джугур-Кукинеша не сопли, а элита, а теперь потребовал наказать тех, кто называет депутатов баранами. И он знает, кто это делает. Депутат сообщил, что профсоюзы, о деятельности которых недавно в парламенте стал готовиться закон, начали призывать граждан не поддерживать на предстоящих выборах тех, кто имеет отношение к работе над проектом этого закона. По словам Рыспаева, у него есть доказательства рассылок с подобным контекстом и в нем как раз содержатся ругательства. У нас появился такой монстр, как профсоюз. У меня есть их призывы на бумаги. В открытую обзывают нас баранами. Указывают на листовках номера телефонов и пишут. Надо убрать тех, кто разрабатывает закон о профсоюзах, чтобы их не было в списках партий на парламентских выборах 2020 года. Это нам под силу. Мы победим. Пусть 28 членов Совета директоров профсоюза не создают государство в государстве. Они же распродают имущество государства. Пусть правительство проверит. Сидят на посту, пока дело не дойдет до того, что калоши самостоятельно надеть не смогут. В прошлый раз было столько нападок, когда я сказал, что в парламенте сидит элита. Так и есть. Здесь уважаемые люди. Теперь и в регионах в ближайшее время все подразделения государственных органов республики будут подключены к электронной системе ЕКИЗМАТ. На сегодня база дан единой автоматизированной системы электронного управления человеческими ресурсами содержит данные о 44 государственных ведомствах и почти 9 тысячах служащих. По словам заместителя директора Коскадровой службы Олега Торбинского, система ЕКИЗМАТ не только автоматизирует процесс сбора и обмена данными о персонале, но и позволит исключить ошибки в случае неверного заполнения документов. К слову, в планах ведомства перевести в цифровой формат не только данные отделений, служб, агентств, муниципалитетов, но и обладминистрации и органов местного самоуправления. Система ЕКИЗМАТ состоит из шести функциональных модулей. Организационная структура, управление персоналом, конкурсный отбор, национальный резерв кадров, оценка деятельности служащих и обучения служащих. Для государства множество плюсов использования системы ЕКИЗМАТ. Это и возможность регламентированного доступа к системе всех ветвей власти, вплоть до АИЛОКМЮТУ, и более оперативный обмен данными между государственными органами и органами местного самоуправления. Кроме того, система позволит сделать прозрачным процесс отбора кандидатов на государственную или муниципальную службу. Три дня Москва будет гостить в Бишкеке. Так называемые Дни Москвы, проводимые правительством столицы Российской Федерации, стартуют с сегодняшнего дня и продлятся до 14 числа. Целый ряд мероприятий будет направлен на укрепление не только дружбы, но и деловых связей бизнесменов. Культура и спорт будут представлены особенно ярко. Филармония приглашает на концерт современной классической музыки пианистов, однако вход, к сожалению, исключительно по пригласителям. Кроме того, показан будет спектакль «Царевна-легушка». Уже в эту субботу на Старой площади пройдет открытие арт-объекта, символизирующего дружбу Москвы и Бишкека. Ну а вечер продолжится фестивалем джаза и классики «Тенгри-мьюзик», в котором примут участие Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества и большой джазовый оркестр. Кроме этого, уже сегодня в рамках экономической конференции правительство Москвы вместе с мэрией нашего города обсудили новые подходы к управлению городской инфраструктурой, транспортом, государственными услугами, образованием, здравоохранением. Оплату за проезд в Бишкеке в общественном транспорте готовится перевести в электронный режим. Это проездные билеты, которые необходимо будет прикладывать к специальным валидаторам, установленным внутри салона. Пока проект запустят в пилотном режиме на 10 троллейбусах и 10 автобусах с 20 сентября. Уже с октября система должна заработать во всех единицах транспорта на постоянной основе. А через полгода оплачивать проездным нужно будет и в маршрутке. На школьников карты будут именные за 175 в месяц. Стоимость самой карты 50 сомов. Накануне швейцарская компания, реализующая этот проект, презентовала проездной. Захваты и броски, но тактика в этом виде спорта важнее. Грэплинг, как говорят сами спортсмены, почти то же, что и шахматы, только на ковре. Интересное сочетание нескольких видов единоборств с таким модным иностранным названием, как выяснилось, давно развивается в нашей стране. За 10 лет выросло немало внутренних чемпионов. Но на мир наши грэплеры уходят впервые. Этой осенью у крыгызских борцов есть шанс заявить о себе. Подготовка идет в жестком режиме. В этом убедились наши журналисты. Грэплинг – это вид борьбы, который гармейство сочетает в себе приемы и технику пяти видов единоборств. Джудо, байонсамбо, вольная гриторинская борьба, а также бразильского джиу-джитсу. В отличие от большинства силовых единоборств, здесь решающую роль играет физическая сила. А эффективная техника, бойцы, ноги, бойцы, в ММИ называют грэплинг игрой в шахматы на борцовском ковре. Четырехкратный чемпион первенства открытой Азии. Многократный чемпион Кыргызстана и призер мировых первенств. Хирург с 9-летним стажем. Бешкекчанин Евгений Слисаренко с 10 лет занимался дзюдо. Три года назад, после того, как дзюдо, по его словам, начали менять правила, и этот вид боевых искусств стал значительно терять зрелищности и эффективности, он пришел в грэплинг. Грэплинг нравится тем, что именно постоянная динамика, работа, интересный, зрелищный вид спорта. Федерация грэплинга в Кыргызстане чем-то напоминала именно старую школу дзюдо, в которой привыкли бороться, которая была зрелищная, интересная и так далее. Школы очень разные. Сильные школы в России. Самая сильная школа за счет того, что очень сильно развита борьба у них. Европа очень хорошие спортсмены, очень интересно. Поэтому скучать не приходится. Постоянно приходится расти, тренироваться, набираться навыков. Три золота на международном турнире по грэплингу в Москве в 2016-м. Две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на открытом первенстве Азии в 2017-м. С прошлогоднего чемпионата мира по этому виду спорта из наших спортсменов без медали не вернулся уже ни один. Как вид спорта грэплинг появился в Соединенных Штатах Америки в 1994-м году. Набирать популярность в нашей стране он начал около 10 лет назад. У кыргызов, сами знаете, мы близки к таким единоборствам, борьба. У нас основной идет фундамент – это борьба. Борьба, дзюдо тоже у нас есть в Кыргызстане. Очень он олимпийский вид спорта. Поэтому и смешанные единоборства тоже растут. И вот это все, например, молодому спортсмену, я думаю, чтобы не заниматься только одним видом спорта, он может в грэплинге познать и все перечисленные виды спорта. Поэтому, думаю, быть универсальным – это самая, наверное, главная у ребят мотивация – быть универсальным борцом. Тренировать кыргызстанскую команду к предстоящему мировому первенству осенью этого года был приглашен обладатель черного пояса под дзюдо и бразильскому джиу-джитсу. Победитель нескольких мировых и национальных первенств по грэплингу Марко Санта-Крус Оливейра. По словам 120-килограммового чемпиона, кыргызстанские спортсмены уже обладают врожденными борцовскими качествами, которые остается лишь направить нужное русло. Я очень рад быть частью этого проекта. Почему Кыргызстан? У вас есть уже готовые воины. Кыргызы всегда были воинственным народом. Борьба для ваших мужчин – это что-то очень привычное, понятное с давних времен. Моя методология – бразильская джиу-джитсу. Дзюдо совместно с борьбой. Это очень хорошее сочетание, и я думаю, что с этой командой мы можем добиться очень многого. Когда мы свяжем мою методологию и сильное ДНК, которое есть в вашей крови, это будет очень горячая смесь. Тренировки кыргызской сборной грэплеров, в составе которой спортсмены от 20 до 35 лет, во главе с бразильским тренером, проходят за тени на Иссыкульском побережье. Чемпионат мира, в котором впервые объединятся стязания по грэплингу с олимпийскими видами спорта, состоится в столице Казахстана в третьей декаде сентября. Первенство юниоров по этому виду спорта пройдет уже в ноябре в Баку. Бот Исаев Асхат Ибраимов, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!